Добрый день! Очень рады видеть вас в Имагуру сегодня на новом формате мероприятий, новом старом формате мероприятий. Для того, чтобы мы начали, приглашаем вас занять места свободные, чтобы мы поняли, что вам удобно, что вы присоединяетесь к нашему открытому диалогу, потому что сегодня как раз будет такая дискуссия открытая, и мы предполагаем, что каждый из вас может и должен участвовать в этой дискуссии, высказывать свое мнение. Коллеги, мне хочется увидеть, что вы нашли место, и что вам удобно сидеть. А здесь вот еще есть несколько свободных мест. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, для того, чтобы уже начать мероприятие, я сразу же приглашу нашего спикера сегодня на сцену. Дмитрий Матвеев, партнер юридической фирмы Олейников и партнеры. Поприветствуйте, пожалуйста. И позвольте мне вступительное слово сказать, чтобы, так сказать, всех ввести в курс дела и сделать так, чтобы все были на одной странице, как принято говорить. Итак, сегодняшняя встреча, она связана с деятельностью проекта Adventure, который публично стартовал в 2016 году. Это проект, который финансируется агентством США по международному развитию. Имплементатор этого проекта – Центр деловой коммуникации BLB в партнерстве со многими партнерами, в частности, юридическую часть этого проекта ведет юридическая компания фирма Олейников и партнеры. Итак, целью этого проекта есть изменение экосистемы, венчурной экосистемы в Беларуси, доступ к финансам. И некоторые компоненты этого проекта связаны в том числе с изменением или внесением предложений по изменению законодательства в Беларуси. Это обучение и построение сети бизнес-ангелов в Беларуси, обучение бизнес-ангелов в Беларуси, развитие ангельского инвестирования, а также развитие стартап-экосистемы, развитие более качественных стартапов, связь стартапов, точнее, соединение стартапов и инвесторов, в общем-то, многие активности, которые способствуют тому, чтобы больше венчурных сделок реализовывалось в Беларуси. Но мы коснемся сегодня первой части этого проекта, это внесение предложений по изменению законодательства в Беларуси. Мы начали имплементацию этой части сразу со стартапроекта, и вместе с Агентством США по международному развитию и юридической компанией Олейников и партнеры мы в 2016-2017 году провели исследование, финансирование венчурной экосистемы в Беларуси. Брошюры с результатами этого исследования доступны, есть и на сайте, и в печатном виде. Это исследование, которое мы провели, оно впервые было осуществлено в Беларуси. Естественно, нам было очень интересно понимать, кто венчурные инвесторы, какие их потребности, в какой экосистеме они развиваются, и какие планы по инвестированию они имеют. Все эти вопросы мы задавали, и более подробно мы обсуждали на наших встречах, и здесь в том числе и в Агуру, но один из самых главных выводов, которое принесло нам это исследование, как раз касалось того, что многие игроки венчурной экосистемы ничего не знают о законодательстве, которое регулирует эту деятельность, и, безусловно, понимают, что это законодательство должно быть улучшено для того, чтобы в будущем венчурная экосистема развивалась более эффективно и играла на пользу разным игрокам, и в том числе, конечно, и стране. С этого момента, в общем-то, началась работа юридической фирмы «Оленников и партнеры» по подготовке предложений по изменению законодательств. И сегодня мы бы хотели послушать Дмитрия, который готов с вами обсудить вместе, публично представить ту работу, которую осуществила юридическая компания «Оленников и партнеры» по составлению предложений по изменению законодательства. Мы хотели бы, чтобы вы активно участвовали в диалоге. Мы очень хотим, чтобы вы сегодня высказывались, делали свои комментарии, встречные предложения, свое мнение насчет этих предложений. Мы также после того, как проведем эту встречу, вывесим все предложения, которые будем описывать сегодня на сайте BeVenture.by. Это площадка для обсуждения и диалога изменений законодательства в области венчурного финансирования. Также вы свои предложения, если не готовы комментировать на сайте, не готовы озвучивать сегодня, вы можете подготовить их, прислать на электронный ящик info.sobachka.bill.bis. Эти все возможности я повторю. И мы проработаем каждый комментарий, который вы сегодня представите и после нашей встречи. Ну, если нет вопросов по тому, как мы будем сегодня работать, и не только сегодня, я с удовольствием передаю слово нашему эксперту Дмитрию Матвееву и ждем вашего активного обсуждения. Да, добрый вечер, добрый день всем. Спасибо, что пришли. Тут я вижу много коллег, поэтому тут может быть такой серьезный юридический баттл по поводу того, что нужно, что не нужно в законодательстве. Начнем с того, что сейчас в стране работает несколько параллельно рабочих групп, условно параллельно. Например, вносятся изменения в законно-хозяйственных обществах. Это рабочая группа при Министерстве экономики. Поэтому, если есть какие-то там предложения интересные, то можно тоже направлять. Работает рабочая группа при НЦЗПИ по изменению гражданского кодекса. Сейчас начала работу рабочая группа при ГКНТ по созданию законодательства для развития венчурной индустрии. Согласно постановлению Совета министров, я уже не помню, январская этого года. То есть работают параллельно, параллельно, условно говоря, три рабочие группы по трем разным направлениям, в какой-то степени пересекающимся. Но все три рабочие группы, они в принципе могут потенциально изменять законодательство с тем, чтобы развивалась венчурная индустрия. Что сейчас у нас уже есть в законодательстве? Ну, все наслышаны о декрете номер 8, все уже прочитали. Этот документ интересен тем, что он впервые ввел определенные институты права, юридические инструменты, которые были приняты, использовались часто за рубежом, в том числе для венчурной индустрии. Но у нас они только на уровне декрета номер 8. Соответственно, раз на уровне декрета для большинства положений касаются именно резидентов ПВТ, значит у них ограниченная возможность использования вне ПВТ. Какие это инструменты? Ну, опционы, конвертируемые займы. Что касается опционов, они появились в 2015 году еще в ГК РФ. В декрете этот институт несколько усовершенствовал. Конвертируемых займов, по-моему, нет ни у кого из соседей, ни в России, ни в Украине я не видел. Хотя в России несколько проектов в Думу направлялось по поводу ведения этого института, поскольку он крайне необходим для для индустрии. И когда писался декрет, ну и когда он был, собственно, когда он вступил в силу, подписан, то есть было много критики по поводу того, что инновации, которые заложены в декрет, они хороши, но они там только для резидентов ПВТ. Так вот сейчас в рабочей группе при НЦЗПИ, то есть по реформированию гражданского кодекса, обсуждается обсуждается введение тех же самых опционов, конверт займов, варрентинс, индемнитис и все что угодно в гражданский кодекс Республики Беларусь. И в принципе могу сказать, что эти нововведения, они воспринимаются рабочей группой очень положительно. А в каком формате и каким образом будут встроены в гражданский кодекс именно эти варианты структурированных сделок? Ну, опционные на уровне отдельных статей гражданского кодекса. Конвертируемые займы либо на уровне отдельных статей, либо на уровне устранения барьеров для того, чтобы этот инструмент мог заработать. Ну, там барьеры могут быть какие, например. Невозможность на балансе общества с ограниченной ответственностью держать доли более одного года. Невозможность зачета требований к обществу по договору займа против обязанности внести участникам вклад в уставный фонд. То есть, если эти барьеры устранить, то может заработать конвертируемый займ. Опционные немножко сложнее, там нужно отдельные статьи ГК Гражданского кодекса отдельно вводить по опциону. Заверение гарантии это отдельная статья Гражданского кодекса. Возмещение имущественных потерь тоже отдельная статья Гражданского кодекса. Ну, вот это может выглядеть так. Либо устраняются барьеры, либо вводятся новые статьи. Сейчас тот проект изменений в ГК, который у меня есть, он содержит уже в качестве там в трек-моде еще вот эти предлагаемые изменения. То есть, те, которые предложены вам в рамках проекта, да? Да, те, которые предложены. Что еще интересного происходит? Ну, на самом деле мы в какой-то степени, наверное, в какой-то степени с теми же самыми опционами мы просто догоняем другие юрисдикции, прежде всего соседей. Что касается тех же самых конверт займов или сейф, отдельные соглашения сейф и грим с simple agreement for future equity. То есть, ну, его там, допустим, в ГК, РФ нету. Конвертюрма займов тоже нету. То есть, тут мы в какой-то степени можем опередить. Что еще? А что касается сейф варианта структурирования сделок, это для, это также входит в проект изменений гражданского кодекса? Сейф мы обсуждаем, потому что это такое ответвление, модификация этого, с экономической точки зрения конвертируемого займа. А можешь еще подробнее рассказать про этот механизм, как он будет действовать? Тут все очень просто. На самом деле, с конвертируемым займом нет никакого rocket science. То есть, ты же, Настя, тоже участвуешь в общественном объединении бизнес-ангелов, который мы некоторое время назад создали. Да, абсолютно верно. Хотелось бы для аудитории, чтобы это была общая картина, хотя совершенно справедливо, что мы неоднократно уже обсуждали этот механизм и у нас были отдельные встречи B-Venture по поводу этого механизма, но все же аудитория постоянно растет и хотелось бы иметь общую картину. Давай еще раз сделаем. Да, где-то в апреле зарегистрировали общественное объединение сеть бизнес-ангелов, Angels Band, мы на английском так называем, ты помнишь, сейчас 15 бизнес-ангелов, люди из IT и не только, то есть я не из IT, ты не из IT, там, да, ну, там, условно, условно, да, то есть 15 бизнес-ангелов, есть планы дорасти за этот год, там, до 35, лучше 50 бизнес-ангелов, цель какая, то есть бизнес-ангелы финансируют проекты на самой ранней стадии, есть некоторые венчурные фонды в Беларуси, действующие на территории Беларуси, зарегистрированы за рубежом, есть белорусский инновационный фонд, представитель которого тоже среди нас, вот, бизнес-ангелы финансируют, как правило, высокотехнологичные проекты, как правило, высокотехнологичные на самой ранней стадии, чеки бизнес-ангелов, как правило, не очень большие, ну, если мы, помнишь, в Эстонии изучали этот опыт, там, чек средний, наверное, там, 10-20 тысяч от одного бизнес-ангела в год, вот, соответственно, бизнес-ангелы действуют таким конгломератом, то есть, финансируют несколько человек один проект, значит, как происходит финансирование, обсуждать с проектом на такой ранней стадии размер доли, которую получат бизнес-ангелы, бессмысленно и непродуктивно, мы можем долго обсуждать, а нужно, чтобы все это крутилось очень быстро, соответственно, есть механизм конвертируемый займ, то есть, даже проекты, с которыми мы сейчас общаемся, я имею ввиду, бизнес-ангелы общаются, наши, это общественное объединение, значит, доли не обсуждаем, обсуждаем конвертируемый займ, вот вам, ребята, сумма займа, если вы поднимете следующий раунд инвестиций, наши займы превратятся в какую-то долю, просто-просто, и большинство стартапов, с которыми я общался, они говорят, ну все, все понятно, по современному, по молодежному, все, давайте конвертируемый займ, в Америке он используется, там, в более 50, наверное, процентах случаев всех сделок финансированных на ранней стадии, у нас он не используется, в Беларуси, ну, не используется, пытаются использовать, но законодательство не всегда позволяет, по декрету номер 8 можно, но там, во-первых, либо стартапы ПВТ, либо стартапы вне ПВТ, но 5-6 технологического уклада, причем еще нужно понять, там есть определение в приложении номер 1, то есть подходит, не подходит, плюс вне ПВТ, 5-6 технологический этап, инвестор должны быть зарубежные, то есть есть определенные ограничения по субъектному составу. Так вот, почему бы не сделать конвертируемый займ универсальным инструментом для всей экономики, ну, по крайней мере, для финансирования стартапов на самой ранней стадии, которые еще не вошли в ПВТ по разным причинам, одна из которых, наверное, такая столь ранняя стадия, да, вот, очень простой инструмент, представляется займ, если происходит так называемое событие ликвидности на следующем, в какой-то период времени, то есть стартап получает новую стадию инвестиций, то займ превращается по определенной форме, конвертируется в акции. Вот, собственно, и все. Предлагается этот инструмент ввести в ГК, то есть в проекте изменений в ГК эти уже инструменты в трек-моде есть. С опционами ну, та же самая картина, то есть опционы в декрете номер 8 есть, но в РФ они на уровне ГК, то есть универсальны для всех субъектов. Опционы уже как и предложения внесены и в законно-хозяйственных обществах, правильно? В законно-хозяйственных обществах, но настолько, насколько можно органично вписать их туда, потому что все же это по технике они должны быть в гражданском кодексе. Извини, пожалуйста, я бы хотела обратиться к аудитории, нужно ли нам подробно описать схему опционы и конвертируемый займ, понятно ли для всех? Поднимите, пожалуйста, если нужно, поднимите, пожалуйста, руки. Да, конвертируемый займ нужно объяснить. Объясните. Хорошо. Хорошо, давайте займы начнем. Ну, значит, как по классике, то есть, если вы видите какой-то проект, хотите в него войти, значит, вы даете деньги, в обмен получаете долю в проекте. Долю в проекте, я имею в виду, это получаете долю в хозяйственном обществе. Это может быть доля, это может быть акция, если речь идет о закрытом акционном обществе, например. Но проблема заключается в том, что чтобы получить долю в обмен на деньги, вам нужно оценить, сколько стоит этот проект. Правильно? То есть, допустим, вы даете 100 тысяч долларов и хотите 10 процентов. То есть, вам нужно оценить этот проект. Но, если ваш вот этот потенциальный проект говорит, то есть, а я стою не миллион, а стою 10 миллионов. И как сблизить эти точки зрения? Для того, чтобы не спорить об этом вообще, то есть, какую долю вы получите в обмен на деньги, вы можете предоставить займ, те же самые 100 тысяч долларов. Мы говорим прежде всего об IT-проектах, тех проектах, которые через некоторое время получают следующую стадию инвестиции от более крупных игроков. Так вот, когда приходит более крупный игрок, он уже, проект развивается благодаря вашему займу, он уже приходит и говорит, хорошо, я уже вкладываю миллион долларов, а не 100 тысяч долларов, которые вы вложили, в обмен на 10 процентов. То есть, мы примерно понимаем, что проект уже стоит 10 миллионов. Соответственно, по определенной формуле конвертируется ваш займ в долю вот уже на этом этапе, когда приходит более поздний инвестор. Но вы получаете не 1 процент, то есть, не 100 тысяч от 10 миллионов, а вы получаете чуть больше, потому что вы раньше поверили в этот проект, соответственно, в соответствии с договором займа вы предусматриваете определенную форму конвертации. Но, как правило, предоставляется инвесторам дисконт, то есть, скидка на стоимость долей акций. Как правило, он варьируется от 20 до 30%. Больше не ставят, потому что это может отпугнуть более поздних инвесторов. Меньше не ставят 20%, потому что вы совсем мало получите. А риски высокие. Мы ведь говорим о венчурных проектах, то есть, высокорисковых проектах. Поэтому конвертируем и займ. Даете займ, прописываете формулу конвертации, там еще предусматривается, как правило, процент за пользование займом, то есть, он такой, как правило, щадящий, там от 4 до 7 в среднем по рынку процентов. В общем, конвертируется ваш займ в эти акции. То есть, очень элегантный и простой инструмент. За рубежом очень часто используется. С опционами другая тема. Во-первых, что такое венчурный проект? Венчурный проект это те, которые риск неудач, у которых крайне высок. Прежде всего, это проекты в области высоких технологий. Поэтому, поскольку это высокорисковые проекты, то вам нужно распылить условно ваши деньги по проектам 10-20 желательно, чтобы работала математика на больших цифрах. То есть, 19 проектов сгорело, один проект выстрелил и окупил ваши инвестиции во все другие проекты. Что нужно делать, чтобы проект выстрелил, по крайней мере, дать ему шанс? Нужна команда профессионалов. Как ее найти, если проект на самой ранней стадии, денег у этого проекта, как правило, нет? Кроме вашего займа. Нужно найти лучших специалистов, их нужно замотивировать. Чтобы их замотивировать, нужно дать им, наверное, при каких-то условиях долю в этом проекте. Вы можете, конечно, сразу предоставить долю в проекте, команде, но это неэффективно, потому что, когда вы сразу предоставили долю, нет стимула дальше работать. Доля-то уже есть, соответственно, переход в право собственности на эту долю должен быть растянут во времени. Для того, чтобы сотрудник работал, по крайней мере, не убежал через полгода из этого проекта, работал, что называется, с искринкой. Вы предоставляете ему в проекте долю через этот опцион. Право собственности на долю переходит определенными частями в течение, как правило, трех-четырех лет. Вот, собственно, и все. На этом вы можете еще и проект. Может, немножко сэкономить, потому что доля предоставляется, зарплату можно поставить чуть-чуть меньше, потому что сотрудник сейчас работает за то, чтобы стать будущим совладельцем компаний. Вся эта кухня с опционами очень красиво расписана в книге «32 покупателя в секунду» или «Как Amazon.com достиг миллиардных продаж». Это художественное произведение, ему уже лет «10». В общем, там это все очень красочно расписывается от первого лица сотрудника, который делал рецензии на книги. Amazon.com, напомню, начинался всего лишь с продажи каких-то книг. И много, главному герою этого романа очень много приходилось писать рецензии. По 8 рецензий на 8 книг в день. Но у него был опцион, то есть он был замотивирован читать столько, чтобы писать 8 рецензий. Зарплата была маленькая. Но как только Amazon… А, да. И эти опционы ему предоставлялись еще в то время, когда в Амазоне работало 150 человек, а не тысячи, как сейчас. И когда Джефф Безос просто красочно на всех корпоративах рассказывал, что мы когда-нибудь выйдем, станем публичной компанией, мало кто верил, мы думали, ну ладно. А потом, когда они провели IPO, стали публичной компанией, то есть компанией, у которой акции на рынке торгуются свободно. Все вот эти опционы сконвертировались в акции сотрудников, и рабочий день сотрудника, как правило, начинался с ноутбука, он смотрел на фондовой бирже, насколько он стал богаче, благодаря тому, что у него акции появились. Ну есть и другая книга замечательная Тугласа Коуплинта, это тот, кто написал поколение X, называется «Рабы Майкрософта». Там тоже очень интересно расписана вот эта схема с опционами. В Майкрософте они давались на 5 лет, то есть право собственности переходило в течение 5 лет, соответственно, сотрудники были заинтересованы работать в течение 5 лет, как минимум. Вот. В общем, это все давно используется за рубежом. В Беларуси оно используется в стартапах даже до всех изменений в законодательство, но это все было на уровне понятийных соглашений с сотрудниками и понятийных соглашений с инвесторами. Идея заключается в том, чтобы это все уложить в законодательное русло. Дмитрий, спасибо. Всегда любим, когда ты выступаешь в Амагуру, потому что заставил уже всех, всю аудиторию улыбнуться, порекомендовал несколько книг и доступным образом объяснил отличия или характеристики данных структур и алгоритмов. Давайте вернемся к предложениям. Я так поняла, что в принципе нам стало понятно, какие предложения подготовила ваша фирма в две рабочие группы и сейчас вот как ты упомянул в начале есть еще одна рабочая группа по созданию отдельного законодательного акта. Что вы приготовили для этого? Есть еще рабочая группа при государственном комитете науки технологиям. Идея заключается в введении как минимум института инвестиционного товарищества. Тоже идея очень проста, но опять же на уровне бизнес-ангелов. Как я сказал, чек от среднего бизнес-ангела 10-20 тысяч долларов в год. Проект высокотехнологичном как правило для старта нужно больше. 50-100 тысяч долларов. Значит нужно выступать консорциумом инвесторов. Значит если мы выступаем консорциумом инвесторов, нам нужно наши капиталы объединить. Сейчас чтобы объединить эти капиталы каких-то скажем не скажу что есть какие-то серьезные препятствия но опять же как минимум должны быть какие-то стимулы к этому. Как делают сейчас например. Мы можем создать по большому счету как мы можем объединить капитал. Можем создать юридическое лицо. То есть каждый туда в уставный фонд вкинул по 10-20 тысяч 10 бизнес-ангелов. Ну и что у нас получается? Дальше это юридическое лицо должно инвестировать проект. Через конвертируемые займы или через покупку доли неважно приобретение доли неважно. То есть юридическое лицо скажем становится собственником этой доли. Дальше проект допустим оказался успешным делается так называемый экзит продали проект. Юридическое наше с тобой получило прибыль с прибыли заплатила налог. Мы с тобой в качестве партнеров получаем дивиденды еще раз заплатили налог. Вроде нормально но просто в мире так вообще не работает. Раз в мире не работает то мы тут не можем делать так как не в мире. Есть для этого инструмент более гибкий называется инвестиционное товарищество. Суть его в том что юридическое лицо не образуется но при помощи определенного договора мы с тобой который подписываем мы преследуем определенную цель инвестировать в проект и заработать на этом. Когда происходит экзит соответственно у нас нет юрлица у нас нет налогообложения на уровне юрлица мы с тобой заплатим подоходный налог. И то если по налоговому кодексу более трех лет держим долю акций так и не заплатим. То есть очень замечательно. Должен быть инструмент вот этого инвестиционного товарищества. Он есть например в Российской Федерации на уровне отдельного закона. У нас его нет. Использовать инструмент сейчас который есть в гражданской кодексе достаточно давно простое товарищество не получается. Не получается потому что там есть определенные ограничения. Ну например как правило во всех этих сделках есть лидирующие партнеры General Partners есть Limited Partners отвечают максимально Limited Partners просто предоставили финансирование соответственно у них не должна возникать солидарная ответственность по крайней мере с General Partners. По ГК сейчас так не сделаешь. Поэтому вот этот нужен инструмент инвестиционного товарищества желательно чтобы еще предоставлялись какие-либо налоговые льготы. Тогда он как инструмент может выстрелить может выстрелить. Ну какие налоговые льготы могут быть например. Ну вот например в Израиле есть Angel Slaw так и называется Angel Slaw там например если физическое лицо инвестирует в какой-то стартап он получает налоговый вычет. Стартап в основном в сфере высоких технологий он получает налоговый вычет. Я не поленился написал в этот в этот госорган который отвечает за закон и они не поленились и ответили мне. Значит если я гражданин даже республики Беларусь но налоговый резидент Израиля то на меня тоже предоставляется этот закон и налоговый вычет я тоже могу получить. Есть стимул инвестировать свободные денежные средства мы же уже налогом обложили доходный налог уже заплатили. Есть стимул их инвестировать получать эти налоговые вычеты. У нас в налоговом кодексе вычетов нет. такого характера. Поэтому желательно конечно чтобы еще и появились налоговые вычеты для этих ситуаций с инвестированием потому что венчурная индустрия как уже было сказано высокорисковая поэтому как минимум должно быть право на риск а ведь это право на риск на самом деле уменьшилось лишь с принятием декрета номер 7 в прошлом году то есть с усечением в определенной степени института субсидиарной ответственности. То есть до этого ведь парадоксальная ситуация могла быть я как инвестор вложил в проект вот проект ушел в минус обанкротился так и я еще как инвестор почему-то должен быть привлечен к субсидиарной ответственности это абсурдно так вот как минимум право на риск как максимум еще за то что я рискую вкладываю во все высокорисковые проекты желательно получать еще какие-то налоговые стимулы почему государство это может быть выгодно тут все просто возьмите Ирландию например население меньше чем в республике Беларусь я смотрел отчет просто стартапы генерируют за год в этой Ирландии небольшой 25 тысяч новых рабочих мест вот собственно и выгода вот инвестируя в эти стартапы по сути логично предоставить налоговый вычет потому что это новые рабочие места вот то есть резюмируя идея внедрить институт инвестиционного товарищества на на уровне либо отдельного нормативно-правового акта либо на уровне изменений нормативно-правового акта ну если еще и какие-то есть стимулы налоговые так вообще прекрасно если они будут большое вот мы еще когда встречались в начале года на BeVenture Legal ты озвучивал один из механизмов который называется KISS смогли ли вы предложить это в какой-то из рабочих групп или какое было отношение предложили предложили воспринято хорошо но это еще одно ответвление от классики от конвертируемого займа точно так же как и Safe Safe придумали в акселераторе Y Combinator в американском Y Combinator это как бы боги венчурной индустрии вообще да то есть 11 в мире несколько тысяч акселераторов из этих всех акселераторов вышло 11 единорогов то есть компаний стоимостью в миллиард оценка в миллиард долларов 11 из них из Y Combinator там умные юристы придумали вот этот сейф в пику им а может наоборот по моему 500 стартапс придумал KIS значит с конвертируемым займом и с KIS интересная штука и с сейфом значит как я сказал в начале я предоставляю займ то есть есть обязательство сконвертировать его в доли акции либо вернуть эти по сути деньги но чисто экономически вот стартап прогорел допустим как он может вернуть эти деньги ну невозможно имущества ведь нет это же ведь не завод какой-то вот вернуть невозможно и юристам американским умным пришла в голову простая идея а зачем нам вообще займ если можно просто разбрасывать деньги с вертолета вот без займа то есть без обязательства вернуть поэтому появился сейф умные юристы из 500 стартапс подумали придумали свою штуку кис очень похоже но более навороченный там более больше механизмов больше вариаций что происходит с конвертациями происходит она в каких случаях или в каких не происходит вот но в целом опять же повторюсь что законодательство гражданского не может каждый инструмент прописывать на уровне отдельных статей просто есть определенные препятствия их нужно устранить тогда заработает кому-то нравится кис кому-то нравится сейф кому-то нравится конвертируемый заем вот почему все ценят английское право потому что там можно договориться обо всем чем угодно вот будь это кис или будь это сейф поэтому то что нужно заложить в законодательство это вот возможность точнее устранить препятствия для использования этих инструментов но если есть именно технически необходимость это прописывать то нужно прописать но с конверт займом там да скорее нужно прописать это чтобы всем всем ясно было на уровне сейфа киса дискуссионный вопрос то есть именно с точки зрения юридической техники нужно ли это отдельно писать что вот отдельно есть подвид киса отдельно есть подвид сейф но мы предложили мы делали даже презентацию в какой рабочей группе это делали презентацию в НТЗП ну воспринято положительно хорошо есть ли что-то еще добавить на данный момент или мы можем начать дискуссию давайте слушать дискуссию это веселее хорошо да у нас как раз уже время подошло к тому чтобы призвать вас коллеги к вашему мнению к дискуссии ваши вопросы по тем предложениям которые мы высказали здесь сегодня и в конце если что-то есть еще добавить мы обязательно добавим итак единственное правило которое я бы хотела озвучить поскольку нам очень важны все ваши комментарии и все ваши предложения перед тем как вы будете высказываться четко назовите кто вы из какой компании с какой организации или это масс-медиа и так далее коллеги прошу помочь мне с микрофонами да вот я вижу вопрос добрый день виталий трактенберг 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 консалтси у меня скорее не предложение а вопрос вы говорили что в России инвестиционное товарищество уже действует соответственно могут ли граждане Беларуси принимать участие в таком товариществе то есть соответственно генерал партнер становится российское предприятие обыкновенные его участники белорусы и получают соответственно все необходимые преференции как в этом случае думаю могут то есть такого практики не было как бы не экспериментировали не экспериментировали но смотрите какая то есть в чем идея всех этих изменений генеральная то есть можно ведь конечно и в Англии это сделать и на Кипре и в США и где угодно но наша цель то в общем-то глобально не в этом заключается а заключается в том чтобы сюда перетянуть все эти сделки начиная с ранней стадии и заканчивая там экзитами что в России ну да есть но замечательно то есть сейчас есть просто определенная наблюдается конкуренция юрисдикции но она только нарастает вот поэтому нам интересно сделки сюда перетянуть чтобы они по белорусскому праву все совершались и вообще движение в этом направлении оно уже достаточно заметно то есть я уже вижу наоборот напротив российские игроки говорят о давайте короче попробуем конвертируем из вами в Беларуси потому что там проект есть интересно профинансировать проект проект интересный в общем они говорят давайте конвертируем из вами как он у вас там заработает вот а можно ли шехолдерс гриммон подписать подписать беларуси вот с тем то с тем там с теголонгами дороголонгами и прочими веселыми вещами вот то есть задача сюда все перетянуть потому что если сейчас тоже ничто вам не запрещает там проект структурировать на Кипре но какая польза для страны от этого общество наверное не очень большая здравствуйте Алексей Иванин представляю в данный момент сам себя я вообще рад что наконец через 10 лет мы вернулись к товариществу но вопрос был вот такой 10 лет назад когда разрабатывалась осмыслялась основная задача то есть вот здесь присутствует инновационный фонд здесь присутствует банк как направить их ресурсы то есть поэтому осмыслялась вопрос могут ли они соинвестировать по той или иной методологии вот вы предложили займы насколько представители здесь ими находящиеся могут поддержать что они будут соучаствовать в инвестировании по этим схемам или это рассчитано исключительно на частный рынок это первый вопрос второй вопрос точнее утверждение да это очень правильно перетянуть в юрисдикцию сюда сделки но они же находятся здесь не потому что потому что те кто дают деньги находятся держат их в других юрисдикциях то есть здесь как-то должна быть гармония с вопросом как перетянуть сначала хранение сюда этих ресурсов спасибо Алексей Алексей скромничает это национальная академия наук уже нет ну ладно он представил сам себя да ну Алексей знаю уже давно еще с академии наук институт государства права если со второго нет ну давайте с первого так соинвестировать да так и надо делать на самом деле то есть тема соинвестированием она крайне полезна и нужна то есть мы тоже должны предусматривать держать в уме то что как раз таки соинвестирование в каких-то в какой-то степени должно быть с другими венчурными фондами можно ли это делать допустим с белорусским инновационным фондом не знаю нужно посмотреть там их да ну вот у Дмитрия можно спросить можно ли там тем же самым бизнес-ангелом соинвестировать по логике по логике такие возможности должны быть потому что в основном если смотреть как венчурная индустрия развивалась там в Израиле и так далее то есть это большие ну и Сингапур надо там большие фонды государственные они прежде всего выступали условно скажем лимитед партнерс с другими фондами либо просто рассеивали часть денег по другим частным фондам и получалось такое соинвестирование но в Сингапуре например они партнерились денег там конечно больше было примерно в 10 раз больше чем в Израиле они партнерились с венчурными капиталистами из Кремниевой долины вот опять же чтобы знакомство завязать чтобы компетенции получить тема соинвестирована нужна отвечая на второй вопрос по поводу перетянуть напомни пожалуйста еще раз на самом деле деньги хотя бы учитываться здесь должны для того чтобы здесь были сделки хранение хранение это очень образно условно опять же я отмечу что тренд на то чтобы делать белорусские компании центром прибыли он уже идет на самом деле это может быть несколько удивительно но это действительно так есть компании которые говорят все мы хотим делать именно центр прибыли Беларусь прежде всего это компании наших соседей там Россия потому что там есть определенная турбулентность вот им интересно например Беларусь в этой части не согласен ну давайте нет давайте может быть здесь очень большой акцент просто для рабочей группы такая ремарка то есть лет опять же даже не 10 а 12 назад очень правительство активно пыталось тему двигать так называемого реинвестирования да и облегчение убрать полностью налогообложение на все реинвестируемое обратно в производство да то есть как вариант этого самого накопления этих ресурсов тема отличная спасибо большое еще комментарии да пожалуйста не забывайте представиться Скоротович Николай в настоящий настоящий момент я представляю стартап который не финансируется финансироваться не будет ввиду отсутствия бизнес ангелов и венчурных инвесторов в республике Беларусь это уже мое мнение точное но насчет то что сказал Алексей значит уже история 20-летнего развития венчурного инвестирования в республике Беларуси попыток 20 лет это 98-м году первые поляки хотели создать венчурный фонд республики товарищи были в совет и министров но это был 98-й год если кто помнит какие там истории случались они отсюда конечно же ушли потом история начала дальше развиваться в конце концов было несколько волн развития законодательного обеспечения последняя волна закончилась сейчас новая пошла в 14-м году в том числе по тем вопросам которые вы говорите значит при том в этих условиях в течение буквально 10 лет вопросы конвертируемого займа вопросы привлечения в том числе решения вопросов привлечения инвесторов в том числе прорабатывались нацбанками они были проработаны без изменения я сейчас подведу значит при этом вопросы конвертируемого займа решались достаточно просто вопросы при том одним рощерком пера мягко говоря но вопрос у меня сейчас вот то что я слышу значит у меня простой вопрос почему вы не используете опыт предыдущих поколений потому что инвестиционное товарищество проект если кто ну чтобы вот есть пару человек которые здесь это знают в 14-м году этот проект был согласован практически с мелкими замечаниями в первом чтении история создания венчурной индустрии начинается по-моему Алексей чтобы я не соврал 2008 года и концепция существовала индустрии почему вы не используете опыт предыдущих поколений почему вы думаете что мы не используем опыт не используйте потому что поверьте я думаю что как раз сегодня я участвую во всех разработках да и мы благодарим вас вы также присутствуйте на наших мероприятиях просто боюсь что сегодняшнее наше сегодняшнее наше мероприятие это аудитория которая сегодня собралась вряд ли сможет компетентно ответить на вопрос конкретно какой опыт не используем но действительно как Дмитрий высылайте проект посмотрим какие проблемы но высылайте проект хорошо спасибо большое у нас есть еще вопрос или комментарий здесь вот в начале потом к вам вернемся добрый день все меня зовут Дмитрий Вильчицкий я представляю компанию Valley Angel Relations из Санта-Клары Калифорнии той самой Кремниевой долины и мне очень интересно узнать какого рода инсентив существует в настоящий момент чтобы инвесторы из штатов хотели бы инвестировать белорусские стартапы формируя вот эти товарищества здесь же в Беларуси есть ли какая-то система защиты для их инвестиций здесь видите Николай из Кремниевой долины к нам прилетели говорите нету ну вы же там живете правильно ну вот incentives но легче всего на этот вопрос на самом деле ответить сославшись опять же на этот декрет развития цифровой экономики потому что то что мы сейчас видим какой-то рекорд по обращениям в том числе и как неудивительно от компаний США это регистрация аффилированной компании на территории Беларуси и вхождение ее в парк высоких технологий там incentives действительно беспрецедентные с выручки 1% подоходный налог снижен для сотрудников зарплаты до 9% дивиденды для иностранных шейхолдеров те же самые и национальных тоже 9% отчисления в фонд социальной защиты тоже снижены там на уровне порядка 100 долларов 150 долларов в месяц одного сотрудника это уже делает ну по крайней мере из общения с американскими с американскими компаниями то есть они примерно посчитают считают что ну это минимум в два раза выгоднее чем если иметь персонал на территории США то есть кремниевая долина объективно дорогое место как для проживания так и для того чтобы делать бизнес преимущество в том что там очень много много денег много инвесторов отстроена вся инфраструктура вот но если начинать стартап ну очень многие наверное там начинают целесообразно начать с территории Беларуси если делать ранди-центр то его действительно тоже целесообразно сделать в республике Беларусь более того по декрету определенные есть поблажки для перемещения для безвизово въезда как иностранным шайохолдерам так и сотрудникам иностранным которые есть которые которые у компании резидента ПВТ то есть по уровню по уровню этих инсентив для перемещения сотрудников ну аналогов я не вижу пока ни на Кипре ни в Эстонии ни в России нигде бы это ни было Дмитрий а если мы говорим не о резидентах парка высоких технологий прорабатывались ли какие-то предложения для ведения и защиты интересов инвесторов и налоговых льгот для привлечения инвесторов ну они могут они прорабатываются только на уровне третьей рабочей группы то есть это же не вопрос при ГКНТ да это не вопрос ни закона хозяйственных обществов и не вопрос гражданского кодекса вообще никак вот поэтому вот остается третья рабочая группа которая но она там таргетирована сейчас на в большей степени на инвестиционное товарищество как я понимаю ну и соответствующая проработка сопутствующих этому налоговых преференций спасибо большое юристы господа есть ли у вас комментарии да одну секундочку сейчас мы здесь послушаем в данном случае Александр Турович отец десятка организаций пожалуйста не сливайте мои коммерческие тайны академия наук тоже немножко вот такой глобальный вопрос вот конвертируемое финансирование опцион так вот эти парадигмы системы мышления работы насколько активно вы работаете с психологами в этом направлении потому что белорусский менталитет израильский менталитет русский менталитет возможно менталитет марсиан где можно сейчас тоже обшор открывать они немножко отличаются и даже вот разговор в нашу аудиторию явно демонстрирует что кто-то путает эти вещи советским кооперативом так чувствуете самый простой вопрос есть ли отличие этих парадигм для сознания разных регионов планеты или это нечто универсальное как математика типа 2x24 с психологами не работаем механизмы ну я бы так сказал не скажу что они абсолютно универсальные потому что с теми же сами опционами там ситуация может в США отличаться от ситуации в Испании вот она отличается конкретно в налогообложении то есть возникает вопрос как облагать этот опцион каким налогом да в какой момент еще очень важно поэтому они где-то могут часто использоваться где-то реже где-то например в Испании используется то что у нас белорусские юристы придумали квази опционы то есть это привязка привязка скажем больше к премии нежели к доле в компании в силу налоговых в силу налогового законодательства которое менее либерально там ситуация может отличаться у США и Великобритании поэтому вещи не универсальные но мы исходим из другой ситуации провели ведь опрос в том числе с участием прежде всего с участием Ньюсейд с Настей с Билбизом и опрос показывает что эти инструменты нужны по нашей практике тоже если приходит инвестор зарубежный говорит опционы возможны нет конвертируемый взаим возможен нет все тогда идем на Кипр мы регистрируемся там вот и все вот и вся логика здравствуйте Виктория Михневич Сарайнин юридическая фирма Дмитрий смотри тот проект изменений в законах хозяйственных обществах который я видела возможно он был один из первых еще там в принципе никак не был адресован вопрос с исполнением что договора о конвертированном займе что опционные договоры то есть в любом случае даже если наступит то событие ликвидности необходимо чтобы определенные лица либо юридические либо физические принимали какие-то решения чтобы запустить этот корпоративный механизм что сейчас в этих проектах в ГК либо в законах хозяйственных обществах для реализации через доверенность ты же знаешь это решается вот соответственно этот механизм закладывается именно в ГК безотзывная доверенность вот как он решается то есть он же решен точно так же на уровне декрета восьмого соответственно мы в общем-то делаем то же самое на уровне ГК в законах хозяйственных обществах увы это наверное не впишешь про доверки просто технически ну не поймут не разрешают ну просто можно набросать все что угодно тогда да мы с тобой понимаем что это гражданский кодекс экономической конституции страны вот поэтому в законах из общества нет ему там не место а на уровне ГК да есть там в режиме исправлений в чем вижу проблему опять же допустим в тех же самых прибалтийских странах там ну и в других юрисдикциях которых используются эти механизмы тот же самый конвертируемый заем это как незаем это convertible notes это что-то сродни как-то ценных бумаг и реализация этих договорных механизмов которые были согласованы сторонами но происходит автоматически то есть вовлечение каких-то корпоративных органов не требуется вот мне просто интересно прорабатывались какие-то иные структуры вот именно юридические более простые чтобы это как-то автоматически происходило прорабатывались прорабатывались конечно но тут мы может быть идем к более широкому вопросу вот всех наших положений о юридических лицах то есть они в основном вообще это олд фэшн все да то есть никуда не годится то есть у нас закрыто акционерное общество не отличается от общества с ограниченной ответственностью практически ничем преимущественно права покупки акций ну какой-то нонсенс да что внесли сейчас кстати тоже предлагали возможность предусмотреть отказаться от преимущественного права покупки раз либо сделать немножко по-другому в закрытом национальном обществе если иное не предусмотрено не действует преимущественно права покупки вот это тоже внесено то есть у нас теперь завод должно в итоге быть похожим на нормальное завод вот поэтому автоматически я просто боюсь что автоматическое исполнение вот этих вещей невозможно без полного переосмысления конструкции юридических лиц которые у нас существуют вот у меня просто такое опасение поэтому возможно в россии когда они разрабатывали эту тему возможно у них точно такие же были опасения поэтому они предусмотрели эту безотзывную доверенность которая выдается сотруднику сотрудник побежал все зарегистрировал как только опцион сработал вот вот такая идея но это очень широкий вопрос потому что когда приезжал специалист Настя помнишь Айял Шенхав да израильский который в рамках проекта в качестве консультанта был то есть ему задаешь простой вопрос у вас сколько вообще типов юридических лиц в Израиль он говорит ну ну два я говорю а какие ну какое-то там условное LLC которое может потом превратиться в публичную компанию когда ты листинг прошел и говорит там инвестиционное товарищество условное там general partnership и все я говорю ну забавно а у нас есть ООО АДО ЗАО УП ОАО он говорит ну а зачем вот и ведь сложно с ним поспорить что у нас более эффективная система нежели израильская там венчурных инвестиций в семнадцать шестнадцатом году сколько там миллиардов десять долларов вообще направлено вот при экзитах на двадцать на двадцать три миллиарда в пятнадцатом году четыре с половиной миллиарда инвестиций при экзитах на десять миллиардов за пять лет китайцы венчурную индустрию 15 миллиардов кинули в венчурную индустрию Израиля сколько там того Израиля 8 миллионов 600 тысяч населения вот поэтому я боюсь что вообще нужно ставить вопрос о том какая должна быть конструкция нормальная того же самого общества граничной ответственности чтобы можно было предусмотреть локап период для фаундеров чтобы они не убегали через те есть сейчас в проекте про выход есть это есть ну останется ли это большой вопрос еще вот то есть возможно это все будет написаться юристами на уровне шехолдер регримен собственно что сейчас и происходит да как оно будет исполняться в суде ну это большой вопрос забавно что предусмотрели именно в декрете 8 возможность подчинения шехолдер регримен независимо от субъектного состава иностранному праву вот это вот вот это круть вообще какая-то вот в общем не знаю как автоматически боюсь что нужно все переделать вообще ну хоть ну хоть как-то будем делать нам же не привыкать спасибо огромное еще комментарии от коллег юристов хотели бы услышать или вопросы да пожалуйста Алексей Воробий Алексей ассоциация технологий распределенных реестров сегодня опять звучало то самое английское право да и хотелось бы наверное обозначить две вещи которые связаны напрямую с судебной практикой и с тем почему английское право такое хорошее если кто-то почитает английские законы там или английские учебники то поймет что они написаны на самом деле очень сложно непонятно иногда размыто двусмысленно и по технике они-то не намного впереди нас если вообще впереди но там есть две важные для понимания вещи первая это так называемый reasonable man тест в суде и понимание того что сторона которая представляет государство и сторона которая представляет коммерческую структуру это все же равные стороны в процессе как мне видится у нас плоховато и с первым и со вторым последнее время конечно по практике экономических судов то что я слышу от коллег становится ну чуть-чуть может быть лучше чем раньше но в общем и целом у меня складывается такое впечатление что наши суды да экономическая часть суда и коллегия по интеллектуальной собственности в особенности коллегия по интеллектуальной собственности если мы говорим о какой-то там IT стране они просто не готовы применять какие-то более совершенные институты права потому что хоть мы в романо-германской системе пытаемся как бы все зарегулировать и сделать очень жестко если мы хотим развивать именно венчурную индустрию нам нужно определенная доля усмотрения суда и чтобы суд применял право именно адекватно исходил из коммерческих интересов сторон понимал специфику бизнеса и не говорил что вот там просрочил там исполнение такого-то договора пожалуйста там штраф то есть на день да то есть необходимо учитывать опять же фактически коммерческие интересы и отношения сторон отсюда у меня как бы следующий вопрос участвуют ли в этих обсуждениях какие-то миссары из верховного суда или они сейчас заняты тем что распределяют кабинеты в здании которым строятся на победителей вообще есть ли от них какие-то предложения предложение хотя бы поговорить предложение обсудить возможное изменение практики потому что мы отлично понимаем что от постановлений пленума действительно зависит очень многое они могут взять и просто кардинально развернуть практику как они это уже делали субсидиарной ответственностью прошлым летом второй вопрос у меня про скажем так про письменную форму договора планируются ли какие-то изменения в части того что при заключении договора на дистанции посредством обмена электронными сообщениями не потребуется электронная цифровая подпись спасибо кстати Алексей очень большой спец в английском праве на самом деле и большой специалист в области криптоэкономики и блокчейн технологии так что прошу любить и жаловать отвечая отвечая на вопрос письменная форма да и модифицируется это все в гражданском кодексе сейчас поэтому если все пройдет так как оно сейчас вписано в трек моде значит обойдемся без электронных цифровых подписей отвечая на первый вопрос ну я не думаю что так все плохо потому что у нас за диспет что у нас отвечает олейников которого ты знаешь и по практике можно видеть что ну не настолько как бы судьи уже против каких-либо инноваций и в рабочей группе ГКНТ участвуют представители суда но на самом деле ну они потихоньку эти инновации приходят и понимание и в верховный суд который ты упомянул потому что еще когда я судился давненько это было то есть мы и и кэш и кэш гугл поднимали в качестве способа доказать тот или иной факт это было достаточно давно там 6 лет назад вот и благодаря этому дело выиграли я тогда еще статью написал кэш помогает решить дело в суде но название не прошло вот согласен есть как бы примеры как и в пользу я опять же не стал полностью клеймить суд и говорить что он некомпетентен да ситуация улучшается и где-то какой-то судья может допустить вполне все адекватные доказательства но меня больше волнует про то есть ли понимание у судей вообще как работает венчурная индустрия то есть видимо этого понимания не было учитывая как они применяли там субсидиарную ответственность раньше да это же все было на уровне после закона об экономической состоятельности 2013 года они вот решили применять очень активную субсидиарную ответственность к учредителям потом решили ее резко не применять то есть они как бы ну работают как флюгер это к тому что если у них понимание того как вообще работает венчурная индустрия как строится отношение риска в этой сфере кто такие иностранцы какую пользу они приносят стране вот и не будут ли они полагаться чрезмерно на мнение экспертов что они тоже очень любят как только они не понимают какой-то процесс да который происходит в отношениях особенно это касается интеллектуальной собственности они всегда зовут эксперта а потом с вероятностью 99,9% они принимают его мнение как ключевое при вынесении решения хотя естественно они этим мнением не связаны особенно это касается коллеги по интеллектуальной собственности где для того чтобы определить есть ли там вообще объект авторского права они зовут там эксперта по искусству который там ну мы все знаем делом а только помоги нам да вот поэтому хотелось бы услышать есть ли вообще какие-то движения с их стороны спасибо ну смотри для меня же вообще эта ситуация не уникальная да когда я очень активно занимался интернет правом еще более 10 лет назад но та же та же самая тема была то есть мы приходили в экономический суд города Минска я писал аналитическую записку доменное имя это то-то 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 интернет сайт это то-то доменное имя не обязательно связано с интернет сайтом может быть несколько доменных имен то есть ну это разъяснительная работа она в принципе нужна и она в принципе ведется то есть если я сейчас задам тебе вопрос из области квантовой механики ты тоже наверное не сообразишь сразу вот точно так же и с венчурной индустрии ну я думаю для этого мы проводим вот эти метапы презентации вот которая была по этим институтам нововведениями институтом английского права в ГКНТ где-то порядка полтора месяца назад мы делали эту презентацию как раз для того чтобы понимание это возникло вот ну в принципе я просто считаю даже по практике нашей смотрю что объяснить все что угодно можно так хорошо комментарии еще Алекс нет нам нужно дать другим коллегам высказаться и в конце у меня такой вопрос немножко больше философский декабристы когда-то провалились потому что как сказал нам Герцен были страшные от народа даже в этой аудитории сейчас началось с того что какие-то понятия пришлось объяснять вот в принципе планируется как-то образовательное может быть мероприятие или вообще как-то стратегия направлена на то чтобы эти указы были понятны не только юристам не только специалистам IT-отрасли но и получали общественное обсуждение безусловно я понимаю что если мы начнем общественно обсуждать некоторые документы со старта мы еще 10 лет их будем обсуждать но какой-то баланс мне кажется найти надо что в этом направлении делается я сейчас начну что как раз сегодняшняя встреча как раз и направлена на то чтобы пригласить экспертное сообщество в первую очередь обсудить эти предложения мы пригласили средства массовой информации для того чтобы доступно до широких масс донести и каждый месяц мы организовываем проект бивенча в принципе это часть проекта бивенча где приглашаем разных стейкхолдеров общества обсудить услышать задать свои вопросы в первую очередь и можно подумать что еще может может быть сделано и мы знаем что в рамках этих рабочих групп также запланированные ну скажем на июнь июль некоторые встречи расширенные рабочие группы куда будут будут приглашаться бизнес союзы и стейкхолдеры различные для того чтобы они поучаствовали в заседании рабочей группы Дима есть ли что-то добавить ну мы же мы же регулярно проводим вот эти метапы помнишь даже выездные там в областных городах то есть по-моему даже собирались двинуться куда мы в рамках проекта мы также посещаем регионы областные города пока но в будущем думаем районные центры где приглашаем бизнес сообщества айти сообщества представителей технологических парков и разъясняем разъясняем с самого начала что такое стартап экосистема что такое венчурная экосистема ну и Дмитрий раскрывает моменты связанные с внесением предложений от проектов законодательства да моя мысль скажем так продолжение предыдущего высказывания метапы это хорошо но как правило на это реагируют люди которые так или иначе вовлечены в эту индустрию либо в юриспруденцию либо в айти те кому это надо многие государственные органы судебная система ассоциации деловые не имеющие отношения к высоким технологиям они просто не понимают зачем им это надо к сожалению все равно мы вынуждены учитывать и их влияние и нам стоит воспитывать экспертов чтобы они приходили и не рассказывали то что хочется суду а приходили и с пониманием дела давали свой комментарий вот в этом направлении а за то что такие мероприятия проводятся большое спасибо это действительно важно да это первый шаг но мой вопрос был про то а какие дальше шаги будут на самом деле проводятся такие мероприятия периодически не то что они там широко где-то анонсируется но они есть там например ну просто в качестве примера там парламентарии приезжали по поводу по поводу цифровой экономики то есть послушать вот соответственно ну то есть цифровая экономика у нас не может быть отдельно там от венчурной индустрии все идет бок о бок то есть все эти вещи там периодически разъясняются на самом деле в том числе и государственным органам ну при случае либо когда есть инициатива вот поэтому я думаю что если вы сейчас парламентариям задите вопрос что такое венчурная индустрия они ответят скажите пожалуйста можно попросить вас представиться чтобы мы Светлана Бабинцева в настоящее время адвокат который практикует индивидуально и хотела бы добавить что ну да мне хорошо знакомо адвокатские бюро которые в бизнесе достаточно хорошо понимают но я достаточно хорошо себе представляю и коллегию адвокатов в настоящее время которая создает судебную практику одновременно мало понимая в том о чем мы сегодня собрались поговорить и если мы хотим менять что-то на уровне техники судебной практики и чего-то еще нам нужно и их в общем-то как-то вовлекать или как минимум образовывать и объяснять зачем им вообще это надо и чем это может быть им интересно спасибо большое так у нас были комментарии сейчас я да у вас Игорь Саевец директор бизнес-инкубатора с нами будущее конкурс стартап бизнес-инкубатор стартап-акселератор конкурс стартапов центр прототипирования у меня вопрос все-таки проблема с инвесторами в нашей стране или с количеством и качеством стартапов тоже есть проблема второе тоже есть большая проблема вот по этому поводу вот я вижу например проблема что в высших учебных заведениях и не только высших не дается никакой программы по назовем по стартапам но есть в Гуире например ведет ПВТ кстати там курс для магистрантов насколько я помню но это точечно точечно да там всего лишь два две группы и два семестра вот все-таки может быть обсудить еще инициативу мы же создаем инфраструктуру это взаимосвязь образования бизнеса поэтому может Юлия Ковецкая банк развития вот как раз таки по поводу вопроса о том чтобы обучать студентов основам стартап что такое стартап что такое венчурное финансирование вот мы обсуждали совместно с ПВТ снять серию роликов в которых специалисты например такие как Дмитрий Матвеев и другие те которые понимают то о чем говорят и заснять такую серию видеороликов и предоставить безвозмездно всем институтам и университетам для того чтобы студенты все-таки могли также понимать ну такой курс запустить ну вот сейчас мы обсуждаем все вопросы для того чтобы снять эту серию роликов да хорошо одну секундочку потом вы я хотел бы немножко добавить добавить по поводу именно обучения стартаперов в прошлом позапрошлом году мы с моими израильскими партнерами коллегами ездили по заведениям образования в Беларуси это были и высшие заведения и средние заведения ну просто не хочу называть чтобы так сказать у людей работающих там не были проблемы и честно говоря на уровне ректоров проректоров вся эта инициатива была крайне прохладно встречена причем основной отмазка зачем нам это надо и как мы будем за это отчитываться как мы отчитываться за привлеченные ресурсы даже если из инвестиций на подготовку этого курса как мы будем оценивать студентов согласовывать учебные программы то есть умер не родившись скажем так это нужно еще про у вас было что-то добавить нет да хорошо да я уже подведу что раз тут много юристов все-таки может быть надавить на министерство образования потому что пилотные проекты мы делали в БГУИРе интернет предпринимательства не прошло провели там два занятия и дальше инициативы не было пока административной не хватает ну еще нужно конечно желание сейчас да хорошо что да как юристы проводим какие-то отдельные курсы семинары для студентов опять же в рамках какой-то нашей студент академии мы даем и курс по стартапу и вот этим всем вещам рассказывая именно студентам тем же юристам что это такое как делается в международной практике чтобы они так скажем с младенчества юридического понимали и в том числе ездим в другие университеты рассказываем людям непрофессионалам в этой теме чтобы они немножко себя тоже подтягивали так скажем к международному уровню про госорганы также добавлю есть конечно большое опасение что написать хорошие законы это мало они у нас есть в том числе полуживые какие-то про инновационную политику и инфраструктуру инновационную но для этого опять же лично я например тоже чувствую социальную ответственность и принимаю эту нагрузку даже в рамках каких-то сделок которые мы делаем на одной из сторон которых есть государственные органы мы проводим в том числе образовательную какую-то ликбез назовем это так в том числе приучаем государственные органы заключать сделки по стандартам международным даже вот в последней практике было сделки по даже иностранному законодательству и они собственно это понимали и проводим соответственно еще такие reverse seminars на тему M&A сделки венчурного инвестирования и так далее поэтому да надо это делать я думаю что все юристы которые принимают участие в разработке определенного пласта законодательства необходимо разговаривать с госорганами потому что все знают что в нашей стране есть большая проблема с принятием ответственности и принятием решениям и потом принятие ответственности за эти решения и для этого необходимо чтобы от самого нижайшего чиновника самого мелкого чиновника до их руководителей было понимание того зачем Чем это надо и почему это хорошо, чтобы они принимали соответствующие решения. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, это юридическая фирма Сарайнин. Да, ваш комментарий, пожалуйста. Нет, уже исчерпан комментарий. Есть ли еще вопросы уже не про образование? Не про образование? Нет, нет. Николай, ну хорошо, давайте только конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Наблюдая вот целый год венчурной индустрии, говорим, говорим, много чего говорим. Но теперь к вопросу о понятии. Что такое венчурная индустрия и с какой стороны она рассматривается? Все, что здесь были, эксперты и так далее, в основном это IT-сфера, это понятно. Но кроме IT-сферы есть технологическая сфера, совершенно другая. Значит, вопросы интеллектуальной собственности, которые... Вопрос у меня очень простой. На ваш взгляд, что такое венчурная индустрия может быть в нашей стране и как, на ваш взгляд, решается одна задача. Соединение интересов государства, личности разработчика и бизнеса. Потому что все, что я вот слышу в последний год, все в сторону бизнеса. И с точки зрения юриспиденции, с точки зрения экономики, с точки зрения вот этого совмещения интересов, потому что мы живем все-таки в стране. Я еще не услышал ни одного вопроса, ну, ответа. И с точки зрения, в том числе, вот защита, юристы молодцы. Но в основном работают... Вот конкретный вопрос, на ваш взгляд. На ваш взгляд, мы говорим только со стороны бизнеса, а какая польза государству и обществу? Какая польза от венчурной индустрии? Да, и польза. А что? Ну, мы говорим о том, что... Как вы учитываете, вы члены рабочей группы? Учитывается как-нибудь вот эти вот три интереса на рабочей группе? Ну, я могу сказать. Давайте мы сконцентрируемся. Кстати, Николай, по интеллектуалке входит Сергей Сергеевич Лосев в рабочую группу ГКНТ, которого мы все уважаем, любим, поэтому я за интеллектуалку вообще не беспокоюсь. И более того, любое предложение, которое поступает от юридической компании «Олеников и партнеры» в рамках проекта, оно подкрепляется обоснованиями. Аналитика, которая обосновывает экономические, социальные или другие аспекты внесения тех или иных предложений. Николай, без микрофона нет смысла нам вести дискуссию. Только, пожалуйста, давайте кратко, у нас очень мало времени уже остается. Значит, я о чем говорю. Та вот цифра, которая вот озвучена, 100 миллионов там, возможно, это цифра 2006 года была обоснована в 2006 году экономически. Это были одни условия, но там не стоял вопрос об IT-сфере. Теперь я год назад вижу опять эту цифру. Эта же цифра, кстати, была в проекте товарища Лученко, который работал там, типа, банковское инвестирование и так далее. Та же самая цифра. Первый раз она была обоснована, второй раз Лученок ее озвучивал, третий раз озвучена вы. Что там за 100 миллионов, Настя? 100 миллионов – это рынок, типа, венчурных возможных инвестиций. При данном объеме сделок, которые мы зафиксировали до 2016 года, если такой объем будет сохраняться, то точнее количество, то в ближайшие 3 года 100 миллионов национальные бизнес-ангелы готовы инвестировать в стартапы. Да, так Николай против этой цифры или нет? Меняются просто обстоятельства, мы понимаем, что за 10 лет технологии… Давайте конкретно… А, почему не изменилось? Венчур делю на две части. Есть IT, это сфера понятная, все понятно, это декрет и так далее, и технологический. Я пришел к выводу год назад… IT – это тоже технология. Это немножко другое. Это минимальные затраты при максимальной прибыли, при минимальных издержках и минимальных сроках. И выйти оттуда проще, чем построить, условно говоря, минимум технологический какой-то стартап – это 100 тысяч вложи. Минимум. Это совершенно разные… Мы говорим о венчурном финансировании, которое связано с рисковым финансированием высокотехнологические проекты. Именно так мы подразумеваем это понятие. Есть ли у кого-то какие-то комментарии по этому поводу или споры? Хорошо. Спасибо большое. Последний комментарий. То есть просто для участников рабочих групп, от опытных участников рабочих групп, пожелание направить в адрес рабочей группы или членов рабочей группы предложения, они, как правило, не работают. Работают только или включение в рабочие группы, или действительно расширенные заседания рабочей группы, когда вы приглашаете экспертов для персонального предложения, выступления и так далее. То есть вот такой маленький нюанс. Ну, все же мы считаем, что как раз это должно работать. Это имеет смысл. Спасибо большое за ваше мнение. Теперь я думаю, что мы еще раз подытожим то, что обсуждали. У нас уже время подходит к концу. И если есть что сказать коллегам во время неформального общения, то будем рады это услышать. Перед тем, как я подытожу, я еще хотела сказать о том, что здесь представлены также другие организации, которые входят в рабочую группу, в частности при разработке законопроекта при ГКНТ. С нами здесь Дмитрий Калинин, представитель Белорусского национального фонда. Есть ли у вас что-то добавить? Добрый день. После Дмитрия Матвеева всегда тяжело что-то добавлять, особенно с учетом того, что там опытные эксперты еще высказывались. Значит, ну, по существу, возвращаясь, может быть, к той теме, которая изначально была заявлена, именно там вот венчурное финансирование, именно как бы юридические аспекты, инициативы, то мы со своей стороны можем сказать, что, в принципе, вот все те инициативы, которые обсуждались, и конвертируемые займы, и инвестиционное товарищество, там вопросы, связанные с субсидиарной ответственностью, это, безусловно, те моменты, которые, ну, они логичны, и, собственно говоря, всем сообществам и венчурной экосистемой поддерживаются. Но хотелось бы, может быть, в двух словах просто сказать, с точки зрения практики венчурного финансирования, что это не просто некие юридически важные термины, а как они, по сути, важны, и почему они важны в деятельности венчурных инвесторов, стартапов и так далее. Значит, ну, во-первых, да, то есть вот Белорусский инновационный фонд, он выступил соучредителем Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций, и мы тут много обсуждали инвестиционное товарищество, собственно говоря, мы этот наш совместный фонд как раз создали в форме инвестиционного товарищества, поэтому все то, о чем тут говорили, мы как бы на себе ощутили, на практике. И, собственно говоря, потому что в белорусском законодательстве не было прописано вот этой формы, да, то есть мы вынуждены были структурировать наш совместный фонд в Российской Федерации. Это в каком-то смысле уникальная ситуация, когда указом президента выделяются деньги на создание белорусского венчурного фонда, а он структурируется в Российской Федерации. Это к вопросу о том, стоит или не стоит, собственно говоря, вот эти инициативы поднимать и обсуждать, преждевременно или нет, и какая польза для государства будет. Есть вот интересы государства в том, что, в том числе, Дмитрий Матвеев тут рассказывает и отставит. Но прежде всего в том, что наши деньги будут работать здесь, будут находиться здесь, и, собственно говоря, это и некая экономическая безопасность и развитие нашей страны. И мы, Белорусский инновационный фонд, фактически себя видим, как, ну, скажем, такой прототип, что ли, фонда фондов, да, и по аналогии с тем же Израилем мы бы хотели здесь вокруг нас развивать некие дочерние фонды, которые, может быть, бы носили какую-то отраслевую специализацию, именно венчурные фонды. И в этом смысле мы понимаем, что, ну, хорошо, один фонд мы создали в российской юрисдикции, на нем мы там как на кошках потренировались, но нам нужно приходить к масштабированию этой практики, созданию других венчурных фондов. И, конечно же, если в Беларуси или, скажем, без института вот институционного товарища, сделать это полноценно в Беларуси будет невозможно. Поэтому, безусловно, как бы вот институционное товарища, это важно. Именно поэтому рабочая группа при ГКНТ в каком-то смысле одной из таких цельвых установок поставила именно продвижение этой идеи. Что касается конвертируемых займов, то эта тема, в принципе, наверное, одна из самых злободневных. И тут мне понравился вопрос с этой стороны, был по поводу неких психологических, что ли, аспектов. И тут как раз-таки, опять-таки, из опыта хотел сказать, мы проанализировали больше ста белорусских проектов, и в каком-то смысле, вот лично у меня сложилось уже представление о неком таком менталитете белорусского стартапера, о котором я там периодически пытаюсь говорить. Привозили сюда российских партнеров, возили их, знакомили с командами, и они были в шоке от одной детали. Говорят, в России, если помахать рублем, условно говоря, даже если у людей нет проекта, они под этот рубль что-то обязательно придумают. В Беларуси ты приходишь к проектам и говоришь, собственно говоря, есть деньги, давайте мы вложим в ваше дело. Человек сразу начинает закрываться, и аргументы, ну мы, собственно говоря, развивались 10 лет без внешнего финансирования. Как мы это объясним соучредителям, а что будет с контролем. И в этом смысле как раз-таки момент конвертируемого займа от, скажем, такая палочка-выручалочка, потому что мы как бы приходим и не говорим, что вот вам столько-то денег и дайте нам такую-то долю, что вызовет сразу момент, что это вмешательство в управление, там еще что-то. Это конвертируемый займ, который фактически дается на развитие компании. И если компания действительно так хороша, как ее видят собственники, там через год, через два она выйдет на определенные показатели, выручку и так далее, то, собственно говоря, тогда мы можем уже говорить о неком конвертации этой суммы в долю. А если же собственники бизнеса вдруг по каким-то причинам считают, что они по-прежнему против некого внешнего участия в управлении, в долю и так далее, то они фактически эти деньги могут вернуть фонду, опять-таки, с небольшим процентом, поскольку конвертируемый займ, он дается не для того, чтобы заработать на процентах, а для того, чтобы все-таки развивать бизнес. Поэтому, как правило, и Дмитрий об этом говорил, процент по конвертируемому займу, он, как правило, ниже рыночного. И опять-таки, конвертируемый займ, в чем еще его важность? Вот вы проводили в том числе исследования стартапов. В нашем понимании, я просто не помню, был ли у вас в портрете это какой-то пунктик, в нашем понимании все-таки в Беларуси зрелых проектов крайне мало. В основном это все-таки проекты ранних или сверх ранних стадий, когда, собственно говоря, провести адекватную оценку этого проекта практически невозможно. И все это еще утыкается на, опять-таки, некий менталитет белорусского стартапера, когда ему предлагаешь некую цену за его проект, у него сразу возникает ощущение, что все-таки, наверное, мы стоим дороже, раз эту нам предлагают. И возникают ситуации, при которых оценки инвестора и оценки самого стартапера разнятся не просто в разы, а в десятки. То есть, условно говоря, там 2 миллиона и 20 миллионов. И, естественно, прийти в процессе стандартных переговоров к какой-то усредненной цифре крайне сложно. И, опять-таки, в этом смысле конвертируемый займ – это, опять-таки, палочка-выручалочка, когда мы говорим, окей, если там вы считаете, что вы стоите 20, мы там видим, что это 2-5 миллионов, давайте мы пока оценивать не будем, возьмите наши деньги, развивайтесь. Через год мы видим следующий раунд привлечения инвестора. Если тот инвестор оценит вас с учетом того, что вы за это время уже получите и выручку, продажи, у вас будут какие-то клиенты, собственно говоря, через год, через два вас оценит уже рынок по какой-то стоимости. И именно тогда мы, собственно говоря, и конвертируем этот займ в ту справедливую, что ли, долю, которую, собственно говоря, вот этот следующий раунд показал. Поэтому я считаю, что как раз-таки с точки зрения психологических моментов конвертируемый займ максимально ложится на наш менталитет, на нашу психологию. Поэтому все эти инициативы, они, ну, я думаю, в любом случае призваны как раз совместить и интересы государства, и интересы бизнеса, и интересы того самого разработчика, которым ратуют наши опытные эксперты. Спасибо огромное за такое резюме. Итак, еще раз тогда я сделаю заключение о нашем сегодняшнем формате. В рамках проекта AidVenture, финансируемым агентством США по международному развитию, юридическая фирма Олейников и партнеры участвует в трех рабочих группах по внесению изменений в законодательстве о развитии венчурного финансирования. Одна из них связана с реформированием закона в хозяйственных обществах, другая при НССПИ связана с реформированием гражданского кодекса, и еще одна рабочая группа связана с разработкой нового законопроекта, рабочая группа при ГКНТ. Мы сегодня обозначили те предложения, которые внесли юристы Олейников и партнеры на рассмотрение внесения в эти законопроекты. Мы сегодня до конца дня опубликуем эти предложения на сайте BVNC.BY. Это наша платформа общественного обсуждения изменений и улучшения венчурной экосистемы в Беларуси. Мы всем вам, мы сегодня спрашивали у вас e-mail и телефоны, обязательно вышлем эти ссылки, и вы также можете выслать свои предложения, проработав их дополнительно на наш e-mail info.bill.biz, мы также в письме об этом укажем. И в июне мы бы хотели еще организовать две встречи, очень похожие по общественному обсуждению. Мы бы уже хотели продумать и обсудить с вами такой, скажем, roadmap, карту и изменения, улучшения законодательства в сфере венчурного финансирования на ближайшее будущее. Поэтому юристы, представители различных организаций, ведомств государственных, стейкхолдеры этой экосистемы, готовьте свои комментарии, предложения, мы будем очень рады и мы очень открыты к тому, чтобы всех их проработать. Спасибо вам, не расходитесь, есть еще какое-то время для неформального общения. Спасибо вам за ваше мнение, комментарии и такую жаркую дискуссию. Всего вам доброго. Спасибо.